всем доброго времени суток уважаемые ну и что хочу сказать зима рядом зима близко и зима наступила как говорят главные персонажи сериала игры престолов ну это шуточки прибауточки ну а я опять уважаемая с вами и сегодня с вами поделюсь еще одним небольшим секретом вот как вы видите по картинке дату говорить мы будем именно о катушках а значит и расскажем какие-то маленькие секреты вам про катушечки вернее я расскажу вот ну и в данный момент мы сейчас будем рассматривать механизм возвратно-поступательного движения шпули до или так сказать механизм привода шпули или привода возвратно-поступательных движений шпули то есть это не принципиально я думаю все понятно что я хочу сказать да в данном случае я хочу вам рассказать про бесконечный винт вот он да а если сказать еще ближе как правильно его уважаемые смазать вот казалось бы да ну что тут такого сейчас начнут голову ломать прикидывать шансы там как же его можно неправильно смазать как это вообще можно сделать учу тут смазать да тут вообще нечего смазывать по сути дела так или так или там кисточкой там на малякать или еще как казалось бы ну ну никакого тут секрета быть не может да ну это только с виду да кажется да да на самом деле все может быть обстоять по-другому уважаемые и в данный момент давайте мы рассмотрим поближе как все-таки правильно смазывать скажу вам сразу же если вы сможете неправильно ошибка беды никакой не будет и от этого вряд ли серьезно пострадает какой-нибудь узел или механизм катушки но вы зададите зададите вопрос в чем же прикол правильного смазывания а прикол правильного смазывания именно в том чтоб не заходу не затруднить легкость как бы сказать вращение катушки и плавности и соответственно снизить ее чувствительность когда вы будете работать с приманкой то есть занизить общую как бы сказать чуйку всей снасти ну вот вот это именно влияет на то а именно если вы сможете неправильно то вряд ли это коренном образе поменяют как бы сказать изменит смысл на надежностью каких-то узлов катушки и самой катушки вот ну и давайте рассмотрим более близко вот он сам бесконечный винт него нюансы и как он работает я рассказывать не собираюсь потому что у нас сегодня цель стоит рассмотреть как грамотно его смазать и даже смазках мы тоже не будем говорить какими смазками цель него там вот сам шток вот сама каретка внутри бегунок и вот сам бесконечный винт давайте теперь рассмотрим такой маленький нюанс я как бы начинаю подходить издалека чтобы сразу же все было вам четко ясно понятно вот а сразу же ухожу вид сбоку вид в профиль и мы пытаемся теперь сам бегунок заглубить нарезы заглубить в нарезанные канавки самого бесконечного винта вот заглубляем и утопляем его до самого-самого конца то есть вот он прям до упора туда сел и поджался что мы видим а видим мы что все таки сама как бы сказать каретка да вот как бы мы сильно не утопляли до туда до самого конца хотя на самом деле до самого конца он при работе не должен быть утоплен да но суть не в этом то остается все равно вот какое-то расстояние то есть вот видите щель то есть сама каретка вот этими местами она не соприкасается с бесконечным винтом видите сейчас вы сразу же спросите ну и что тут такого а вот то что такое что если положить неправильно смазку скажем так и определенное ее количество больше нормы то вот это вот расстояние это вот пространство да она будет заполнена избыточно смазкой и соприкасаться сама каретка с бесконечным винтом уважаем на будет через маску и когда каретка будет ходить она перед собой как бульдозер ножом да будет эту смазку как бы пихать ее будете много с горой потом упихивать ее может она попадать она сам шток направляйку ли стабилизатор как угодно его можно на на это называть соответственно пойдет не пойдет обратно при больших оборотах катушки кто любит побаловаться и покрутить быстро это может все разбрызгаться и попасть на шестерни привода либо даже на шток что в принципе приятного с этого с этого мало да и все это замедлит ход а соответственно если и замедлит вот это увеличит усилия наружку и тем самым будет падать чувствительность вашей катушки и в целом общей вашей снасти вот в принципе думаю более-менее я это как бы сказать рассказываю простым языком безо всяких там модных технических терминов чисто для простых людей как вы уважаемые которые смотрят мой канал кто знает тот не смотрит то есть тот сам все это понимают люди с опытом как бы сказать им это не интересно они не пишут комментарии как правило как правило большинство и не смотрит потому что это все давно для них понятно давно известно и ясно как божий день вот ну а теперь давайте я наверное проведу небольшой эксперимент и сейчас я соберу катушечку и покажу как я неправильно смажу и я подтвержу свои слова в деле чтобы не быть скажем так голословным до чтобы все это посмотрели а потом мы сможем правильно и тоже посмотрим как это все работает я думаю конечно все согласны и хотят посмотреть так что сейчас маленько отключу камеру чтобы это не было долго это все возни и не занимало времени и включусь уже когда я начну все это дело смазывать окей поехали так ну вот уважаемые зрители кто остался у ваших голубых экранов я сейчас вам буду показывать как неправильно смазать то есть мы сейчас договорились да что я сначала показываю как не надо берем смазку не принципиально какую обычно это делают вот это сейчас муту кисточкой кто зубочисткой группу как угодно просто берут и вот так вот как бы заполняет все вот эти вот канавки да потом дальше поворачивают опять это все вот так вот как бы заполняется да видите казалось бы вроде как и личной смазки нету все так сверху убираете и полностью забиваете все вот эти вот нарезанные канавки смазкой до казалось бы что все как бы делается правильно да еще раз повторяю что если вы сделаете так сильно никакого урона катушки не нанесет и любая катушка с любой смазкой лучше чем без маски запомните уважаемая ну это все относительно вот мы видите я еще излишки все как бы сказать собираю которая и опять их туда как бы вот видите раз собрал и все ровненько я заполняю да вот я теперь излишки еще могу так вот пройти да как бы вот еще все туда по собрать да так вот все видите казалось бы вот равномерно все вот эти вот канавки пазы нарезки да они все полностью зап как бы сказать заполнены и излишки как бы сверху видите всех собрал вот и казалось бы все сделано нормально ну это кажется да а на самом деле давайте теперь мы сделаем сборку и посмотрим как будет на самом деле вот вставляем нашу кареточку вставляем бегунок пазы аккуратненько вставляем нашу стабилизатор направлять q направляем и здесь мы соответственно до сжимаем потому что она стопорится у нас именно на резиновом кольчике вот что нам еще не хватает ведомой шестерни конечно чтобы привести все это дело движение вот и теперь мы начинаем имитировать работу что как будто у нас подается вот сразу же видите он на лицо как я вам рассказывал что каретка будет как бульдозер толкать вот эту вот смазку видите она сразу же у нас выдавливаться видим сразу же попадает у нас на направляйку на стабилизатор до шток можно как угодно называть соответственно здесь у вас может быть другой тип смазки может быть вообще обыкновенное масло да а тут у вас рада же начинает попадать густая смазка то есть и вот это вот само все отверстие дам видне вернее расстояние которое вам показывал да она будет вот все полностью забита смазкой между скажем так самой кареткой да и между бесконечным винтом и соответственно но как бы скольжение все притормаживаться вот она идет обратно тоже все вот это вот излишки тормозятся мы видим что вот эта смазочка вот она сверху вот лишняя она конкретно вот цепляется у нас за саму каретку и замедляет все вот это вот движение лишнее она вообще вот таким вот образом все выдавливается да вот как нам вот данный момент сейчас к примеру можно быстро избавиться от этой темы лучше конечно смазывать уважаемые сразу же правильно да но мы и в данный случае мы конечно можем этого и избежать ну это уже можно сделать так мы будем сейчас просто лишнюю смазку вот это вот сверху просто кисточкой смотрите и сколько много видите вот видите сколько она просто снимается проворачиваем весь механизм и видите сверху ну и снимаем 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 излишки да вот они видите как удавливаются дальше прокручиваем смотрим что у нас еще лишнего есть скажем так одним словом мы просто с верхней поверхности бесконечного винта да ну просто тупо убираем лишнюю смазку чтоб через нее она не все не соприкасалась не как бы сказать не соприкасался сам бесконечник с кареткой тем самым как бы не притормаживал и не замедлял ход наши с вами уважаемые катушечки вот сама идея правильной смазки я всегда говорю что излишняя смазка это не хорошо и это теорема скажем так не теорема это все применяется ко всем узлам катушки нигде не нужно вложить ничего уважаемое лишнего вот и это мы делаем до тех пор до пока при следующей прокрутки несколько раз да мы увидим что сверху уже не будет никакой смазки вот видите я прокручиваю вот еще видим вот она еще появилась видите но все таки еще суприкасается вот она опять появилась выдавилась есть еще все таки чуть-чуть есть еще что убрать вот вот еще есть так здесь уже сухо 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 тут еще чуть-чуть то есть вот вот полностью верхняя поверхность бесконечного винта она у нас не имеет лишний смазки и не надо потому что она не должна соприкасаться с кареткой внутри соответственно самих канавок смазка у нас присутствует и создает необходимую пленку чтобы он у нас по канавкам скользил сам бегунок вот не знаю как качество съемки ну я думаю вот теперь мы сделали что-то правильно но тем не у нас все равно попала на сам направляющий шток или стабилизатор эта смазочка от этого самого начала когда будете смазывать не нужно вложить сразу же столько много смазки сейчас я отключусь промою бесконечник и покажу вам сразу же изначально как это делается и примерно сколько смазочки надо изначально закладывать на сам бесконечник чтобы потом вот лишнее это все не убирать то есть мы видели а если это будут большие обороты да вы крутите что-то подматываете то соответственно эти излишки смазки могут попадать куда угодно вызывание благоприятное явление вот теперь мы сколько бы не крутили мы вот видим что сверху нету смазки да то где то что то есть но вот она когда проходит сверху сам по ней как бы сказать каретка да мы не видим что она уже как бы соприкасается если бы нас и прикасать чтобы она бы шагу not размазывалась бы да то что мне и толкал бы да как бульдозер снег здесь мы видим что все смазка уже не соприкасается и тем самым не тормозит наш ход в целом наши катушечки так ну что разбираю промываю и показываю заведомо как правильно нужно все сделать ну вот давайте теперь рассмотрим мои рекомендации которые вам уважаем и рекомендую как сразу же изначально более-менее заложить не лишнее количество смазки вот берется наш бесконечный винт с механизмом берется кисточка берется смазка можно это сделать кисточки берется совсем немного и она так вот чуть-чуть очень-очень немного вкладывается сразу же понятно что все равно где-то что-то намажем да она вкладываться сразу же пазы нарезаны бесконечном винте можно это сделать также и зубочистка деревянной чтобы не поцарапать не повредить защитное покрытие нить кончика на всей длине закладываем небольшое количество смазки видите да сколько это даже вот такая такое небольшое количество смазки она все равно еще будет выдавливаться уважаемые и как бы сказать все равно еще придется чуть-чуть кисточкой подбирать вот хотите зубочисткой хотите кисточкой кому как удобнее это уже личное предпочтение каждого из вас кисточка в данном случае конечно как бы поудобней вот смазки надо эти совсем совсем фигня вот многих у многих конечно по их у думающих людей появляются и дальше вопросы учета тут про смазки показываешь лучше бы рассказал как отрегулировать этот бесконечный винт данный момент он сейчас сделано из угнутой шайбе это сейчас новая катушки все так делают он как бы в пропружиненном состоянии видите вот надо ложь отпускаешь он опять но это уже совсем другая история сейчас я доведу дело до конца кисточка такая тоненькая нить берем совсем чуть-чуть смазочки нить и везде равномерно вот таким вот образом я думаю надеюсь что всем вполне вполне понятно вот и давайте теперь мы вставим наш саму каретку с бегунками штоков попадаем в паз аккуратненько прижимаем вставляем направляйку стабилизатор вот нажимаем до конца направляем ее нужно отверстие и прижимаем здесь уже до конца так есть берем ведомую шестерню аккуратненько все вставляем и прокручиваем и смотрим что у нас на получилось при таком раскладе вот делаем чтоб хотя бы у нас было несколько полных циклов да и что мы давайте еще раз для наглядности проходим и что мы видим видим что смазка у нас сюда вообще не попала вот видите ее отсутствие а то которая вот бортик видите она немножко выдавилась да вот вот она выдавилась лишняя то есть мы все-таки видим что излишки все-таки еще выдавились да видите они не размазываются по самому бесконечнику это говорит о том что высота выдавленного она меньше и не соприкасается с самой кареткой а соответственно значит не затормаживает ход вот вот здесь тоже самое мы видим что лишняя выдавилась вот но она не соприкасается вот вот это уважаемая правильная смазка бесконечного винта вот думаю всем идея понятно все кому понравилось ставьте уважаемые палец вверх вот и думаю я буду помаленьку не спеша продолжать серию данных видео и делиться с вами уже секретами из личного опыта про которые уже не пишут и не рассказывают в книжках вот что еще могу сказать говорить по типам смазки я ничего не буду потому что сегодняшние наши любители идут магазин покупают смазки для автомобилей применяют это выбор каждого личного никого отговаривать или доказывать я ничего не буду просто чтобы хотел сказать еще по применению там скажем так вязкости смазок вот чем допустим катушка больше например вот да и больше тяжелее шпуля да то соответственно данную смазку для бесконечного винта желательно сделать более вязкую и более липкую потому что катушка будет работать на нагрузках большая шпуля большой вес соответственно большие веса и большая рыба чем катушечка у нас от уважаемая меньше например вот такая соответственно смазка должна быть менее вязкой но вся смазка должна обладать хорошей акдезии вот видим здесь небольшая инерция до катушки соответственно тут она не надо ей вязкую какую-то смазку здесь катушка большая с большой инерцией видите соответственно здесь желательно густую смазку и я вам скажу если вы допустим думаете что вы примените вот именно для такой катушки более такую легкую невязкую смазку вот например как вот эту до шамановской видите она не тянется ничего видите такая вот вся легкая думаете усиленную за как бы сказать увеличить и их у ее ход отход вы сильно не увеличиваете если к примеру будете применять вот такую вот более густую и тягучую там смазку смотрите она такая густая вязка тянется видите как как сосулька думаю всем видно да вот видите но тянется смотрите как сосулька думать если вы ее примените у вас сильно замедлиться нет если грамотно смазать вот таким образом даже применение вот такой густой вязкой смазки она практически Именно для такой большой катушки Она нисколько не повлияет На ход катушечки Но будет Очень более хорошо Оставаться в местах контакта И защищать Соответственно катушку от трения Так что вот я чуть-чуть Приоткрыл вам еще и такой секрет От этого от правильности Смазки много что Уважаемое зависит Вот в принципе Вот все что хотел я вам уважаемое Рассказать всем кому понравилось Ставьте палец вверх Кому не понравилось ставьте палец вниз Это личное дело каждого Я не могу ничего сказать По этому поводу Ну и соответственно делитесь этим видео С друзьями подписывайтесь на мой канал До свидания уважаемые До новых встреч